Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Мы озвучиваем вопросы и ответы, которые на нашем сайте мне задавали. Вопросы на 1230-й. Что такое Асанна? Ответ. Асанна, то есть помоги или дай счастье. Торжественное или молительное восклицание, взятое из Псалма. 117-й. О Господи, спаси же! О Господи, спаси, спешуствуй же! Которым евреи приветствовали Иисуса как Мессию при Его входе в Иерусалиме. От Матфея на Роджи, предшествовавший и сопровождавший восклицал Асанна, сыну Давидову, благословен грядущего имя Господни, Асанна Вышник. Это один из псалмов, которые пелись при праздновании Пасхи. Некоторые считают, что это было обычным приветствием и ответом пилигримов, приходящих в Иерусалим на дни Пасхи, а равно также употреблялись священниками при принесении ими жертв. В праздник кущей означенное слово неоднократно восклицалось толпами народа, проходившего во множестве вокруг жертвенника и сплетавшего ветви для кущей. Это взято в библейской энциклопедии архимандрита Никипора и библейский словарь Эрика Ньюстрима. Вопрос 1232, 4-й том, открытым оком. Слова апостола Павла второго фессалоникийцам. Итак, братья, стойте и держите предание. Сектанты объясняют, что здесь говорится о священном писании Нового Завета, которое тогда еще не было записано, а православные говорят, что здесь речь о священном предании, то есть о том, что не вошло в писание. Как правильно? Ответ. До Моисея все, что было известно людям о творении мира, о грехопадении, о потопе, передавалось устно. Слово «передавать» означает «изустное предание». И только потом оно стало писанием через разложение в писанном виде Моисея в пяти книгах. Все научение Христа вначале было устно и называлось преданием, передавалось из уст в уста. И только позже, после сошествия Духа Святого, все это было записано. И так появились Новозаветные Священные Писания. Предание и Писание – это одно и то же. Нужно помнить, что память древних людей была удивительна. Они помнили дословно, как им было сказано. Их дети точно так же сумели передать эти данные неповрежденными. Второзаконие тогда сказал им «положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова к закону всего». Иоанна, утешитесь же, Дух Святой, которого пошлет Отец в имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам от Луки. Напомнить. То есть они забывали. Как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова. Первое Коринфянам. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Апостол Павел напоминает Коринфянам, что вначале он учил их устно. Это его учение называлось преданием. Было им передано. А затем это же самое он им пишет уже на бумаге. Вот об этом предании апостол Павел и напоминает им. В данном случае баптисты правы, а мы не правы. Но есть еще предания старцев, то, что не входит в Священное Писание. У нас эти предания наших православных старцев называются священным преданием. Вся беда в том, что у этого понятия, священное предание, нет четких границ. И нет даты, когда и какое слово и кем конкретно было зафиксировано на бумаге как предание. И вот в этой области полный простор был у патриарха Никона. Священное Писание стояло в стороне, и он к нему даже не прикоснулся. Что касается крестного знамения, это тоже из священного предания. И предание ему статус апостольского предания ничего не меняет. Жития святых показывает, что крестное знамение было в апостольские времена. Но никаких доказательств того, что над священным преданием бодрствует сам Бог, как над своим словом. Что к нему ничего нельзя ни прибавить, ни убавить, нигде нет. Еремия, Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Поэтому требовать от сектантов непременного исполнения предания мы не можем. Только бы они не говорили ничего против него. В этом свобода. А сейчас вытаскиваю оттуда и добавляю. Так, сколько? Четыре. Давай. Вопрос 686, второй том открытым оком. На чем зиждется ваша уверенность, что синодальный перевод на русский язык вполне добротный и по точности не уступает переводу Кирилла Мефодия? Считаю, что синодальный перевод намного точнее, чем церковнославянский. Этот перевод делал не один человек, а целые коллективы. И то, что никто из переводчиков на русский язык не был канонизирован, совершенно ни о чем не говорит. Когда я говорил, теперь уже канонизировано двое. Может быть, они все вместе с Кириллом Мефодиум воспевают Христа в небесах? Откуда людям это знать? Данный синодальный перевод в Библии 1876 года признан синодами России за рубежей патриархии. За прошедшие 120 лет были попытки перевода Нового Завета, но они и близко не напоминают синодальный. Или просто повторяют его, вульгализируя, осовременивая его. Одним из самых ревностных поборников идеи перевода Библии на русский язык был московский митрополит Филарет Дроздов. 1783-1867 годы. Во время коронации императора Александра II митрополит Филарет сумел расположить высших представителей православной церкви в пользу своего великого предприятия перевода Библии на русский язык. Вот этот Филарет теперь канонизирован. 20 марта 1858 года священный синод определил. А 5 мая 1858 года было высочайшее утверждение «Перевод на русский язык необходим и полезен». К переводу должно приступить со всевозможной осмотрительностью через лиц, испытанных в знании еврейского и греческого языков по избранию утверждений Святейшего Синода. Считай. Труд перевода был распределен между четырьмя нашими духовными академиями, которыми дана была особая инструкция в видах обеспечения точности и общепонятности перевода и литературности его изложения. Один из трех присутствующих дней в Синоде был назначен исключительно для рассмотрения постепенно представляемого перевода Библии, предварительно рассмотренного каждым из членов Синода на дому. Наконец, перевод был «Оссылай в Москву» к митрополиту Филарету, пока тот был жив. До перевода Ветхого Завета в 1860 году при Петербургской Духовной Академии был избран особый комитет. Петербургский митрополит Григорий принимал в этом деле живое участие. В Библии переводилась древнееврейского текста. Переводчики, однако, постоянно руководствовались и древнегреческим переводом, 70 толковников, септуагинта, текстами сирийскими, арабскими, халдейскими, переводом вульгаты, латинским, а также трудами святых отцов, их толкованиями. Конференция остальных духовных академий была поручена приступить к пересмотру этого перевода и замечания свои по этому предмету представить на рассмотрение Синода. В 1876 году появились первые в одном томе полная Библия на русском языке, изданная по благословению Синода, напечатанная в синодальной типографии. Русский народ получил полную Библию в точном и тщательном переводе на живой великорусский язык. В этом обстоятельстве нетрудно отметить перст Божий. 1876 год является светлым годом в истории русской церкви и русской культуры. Этот перевод Библии на русский язык является достоянием всего русского народа, боныни, по всему земному шару и, к величайшему сожалению, по необъяснимому противлению со стороны именно иерархии, он запрещен к чтению только в церкви православной. За пределами храмов и монастырей миллионы русских людей нашли в этом переводе Библии и утешение для души и путь к вечной жизни. Язык русской синодальной Библии стал чем-то родным для каждого русского верующего. Что касается точности передачи священного подлинника, русский синодальный перевод Библии смело может выдержать сравнение с наилучшими западноевропейскими переводами. Надаст Господь милость русскому народу, чтобы слово Бога живого, пребывающего вовек, зазвучало и в храмах на родном, понятном русском языке. От понимания слышанного, уверования и в этом спасение всей России. Девять минут. Девять минут. Да. Ну вот он кончается. Давай. Вопрос 960. Второй том. Во многих местах встречается слово туг. Как правильно его понимать в притче? Вожделенное сокровище и туг в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Ответ. Туг это жир жертвенных животных. Места писания. Но не было запрещения есть наружный жир. Животных откармливали для еды. В данном случае Соломон говорит о довольстве в доме мудрого и избытке всего необходимого. Порок Исаия. И сделает Господь Савуов на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей, из самых чистых вин. Вот так все. Пожалуйста.